Ты очень много времени тратишь на какую-то вещь, но она занимает всего лишь 90 секунд. Столько идёт обычный рил. Это то, что ты делал несколько дней, а может быть даже месяцев. Всем привет! И начну с того, что сомневалась, стоит ли делать этот ролик для канала, но потом передумала и решила, что тема очень классная. Сейчас большое количество художников снимают активно короткие ролики, и ещё более активнее, чем раньше, когда только возможность выкладывания таких роликов появилась. Этот ролик, как и последние мои ролики, хочу разбить на несколько блоков. И первый блок — зачем всё это нужно? Я буду говорить исключительно о себе, о своих желаниях и для чего мне это нужно. А вы можете докинуть ещё примеров, поделиться в комментариях, для чего, например, вы бы хотели делать рилс. Или почему вы не хотите делать рилс. Такое тоже вполне возможно. Я обожаю делать видеоконтент. Мне правда это очень интересно, и я подхожу к этому как режиссёр, и оператор, и сценарист. В любом ролике очень много разных задач. В процессе ролика нужно думать о его структуре, ну то есть сценарии, о ракурсах, о том, как выглядят в видео через камеру разные объекты, о том, что ты вообще хочешь рассказать. Мне нравятся всякие штуки придумывать самой. Мне нравится, что люди за мной следят, потому что я могу им подарить какие-то эмоции, какие-то знания, какие-то впечатления, каким-то образом поддержать. Мне нравится делать такого плана контент. Перейду к следующей теме. Формат ролика и идеи. После того, как я поняла, что я за человек, видимо, это важно просто понимать в каждой области. Вот неважно, чем ты занимаешься. Нужно понимать, как для тебя комфортно и чего ты вообще хочешь. Честно сказать, мне сейчас очень сложно вспомнить, как появилась эта идея. И, скорее всего, в подкастах на Boosty и Patreon есть подробное описание этой идеи с какими-то выводами и поиском, откуда же она взялась, что меня вдохновило. Но сейчас не буду вспоминать. Приходите обязательно на Boosty и Patreon. Там суперклассно. И много всего в плане видео выходит. Делюсь раскадровками и всем-всем, над чем работаю. Я взяла одного из своих персонажей. Его, кстати, можно найти в раскрасках. Как и цифровых, так и печатных. Он один из 120 разнообразных персонажей. Я подумала, а что, если его раздеть и одеть? Вот когда приходит такая идея, ты сначала думаешь, как это реализовать. Вариантов может быть много, как это показать. Можно распечатать это все и менять одежду, и сделать видео. Когда одежда появляется сама по себе, а рук как бы не видно. Магия монтажа может сотворить разные вещи. Но я подумала, что круто снять вот все так, как я и сняла в итоге. С помощью iPad и просто по слоям выключая эту одежду. Я показывала несколько процессных роликов в Телеграме. Если вам интересно видеть какие-то промо-ролики, слушать промо-подкасты и вообще любые промо того, что публикуются на Boosty и Patreon, переходите в Телеграм. Там много-много разного контента появляется. Еще я там устраиваю интерактивы, но про это чуть позже накину. Хочу нарисовать многих персонажей из раскрасок. Еще я сейчас рисую большой Webtoon. Рассказывала о нем в предыдущем ролике. И я хотела бы нарисовать всех своих богов, полубогов и просто людей из этого комикса. И сатиров, и нимфов, и собака. Ой, все, лучше заканчивать. Там так много персонажей, что нужно просто остановиться. Еще я праздевала The Witcher и Барби. Барби, кстати, просто потрясающий фильм. Посмотрела его два раза. Я второй раз ходила с большой компанией. Это было очень круто. Столько эмоций получила приятных, что потом даже не смогла заснуть. И просто проработала практически всю ночь. Поделитесь, кстати, как вам Барби, если вы смотрели. Ну а если не смотрели, дайте этому фильму шанс. Возможно, вам понравится. Вот про Ведьмака я положительного мало что могу сказать. Последний сезон вроде бы пытается исправить ошибки предыдущих двух. Но не знаю, обратим ли это процесс или нет. Кому-то, если интересно об этом порассуждать, пишите в комментариях. Я увижу ваши мысли по этому поводу и отвечу. Мне так понравился этот контент, этот формат, эта идея, что я нарисовала нескольких персонажей. Но, к сожалению, моя основная проблема в том, что я очень много всего придумываю и делаю обычно все эти вещи параллельно одновременно. Поэтому это все не быстро. Но я не могла не пошутить об этом. Поэтому я сделала ролик и об этом. Сначала, как вот в комедии, когда ты рассказываешь какой-нибудь стендап, или как в комиксах, коротких или длинных, всегда есть структура повествования. Она может быть совершенно разной в зависимости от того, какой вы режиссер, как вы все это строите. Я, например, построила таким образом. Рассказала о своей задаче, потом рассказала, как я ее делала, почему она не получилась и выявила проблему. Это такой формат ролика, который направлен на то, чтобы просто улыбнуть зрителя. Или чтобы люди, которые, например, с похожими... Ну, я не хочу говорить проблемами. Короче, с похожими организациями пространства рабочего и, не знаю, организацией головы. Подумали, вау, как я тебя понимаю. У меня так же. Типа, дай пять. Все, обнимаю, понимаю. И я сначала делала ролики на двух языках, на английском и русском. А потом поняла, что мне все-таки нужно определиться. Это слишком сложно и это непонятно, зачем так разбивать, как бы, контент и дублировать его, по сути. И я выбрала для Reels один язык, английский. Это было как-то органично, все в процессе. Я думаю, люди, которые за мной давно смотрят, как бы это ожидали. Это не то, что было просто вот так вот сразу. Конечно, когда вы только подписываетесь, наверное, это может быть непривычно или неожидаемо. Или наоборот, вы сразу видите, что происходит. Еще, как вы, может быть, слышали в других роликах, я сейчас работаю с компанией Touch. И тут я хочу поговорить про совмещение совершенно разных вещей в одном блоге и вообще в одном человеке. Я поняла, что вот эта вот вещь, от которой многие люди страдают и пытаются избавиться, я от нее не страдаю и не пытаюсь избавиться. Мне очень нравится то, что меня интересуют разные вещи. И я рисую и в традишке, и в диджитал. Мне, например, безумно всегда нравилось то, что никто никогда ни на одной площадке не мог отгадать, что я сделаю в следующий раз. Ну, если, конечно, я не показывала, не говорила, что вот я сделаю вот это. Это одна из главных ключевых вещей, которая вообще меня увлекает в рисовании, во всем творчестве и в моей работе. И в том числе в контенте это то, что мне не нужно делать одно и то же. Я бы вообще долго бы не протянула, если бы мне нужно было просто делать обзоры скетчбуков в вечность. Но все-таки вот это все разнообразие должно выглядеть как-то целостно. И каждый раз, конечно, приходится придумывать какой-то визуал, либо какие-то скрепляющие сюжетные штуки для роликов. Мне нравится увлекаться разными вещами, возвращаться то к одному, то к другому, постоянно переключаться или делать несколько вещей совершенно разных одновременно. Например, сейчас я рисую два больших вебтуна разных. Один супертрагический, а другой супервеселый. И мне нравится как раз делать их параллельно, потому что это два совершенно не похожих друг на друга проекта. Ни по формату, ни по содержанию, ни по сценарию, даже по структуре сценария они не похожи. Тут, наверное, ключевая идея будет в том, что если для вас это органично, делать много сразу разных штук, попробуйте их делать много сразу разных вместе. Немножко остановлюсь на тач и роликах с инструментами бренда Shinhan. Я люблю маркеры спиртовые и опейк маркеры, непрозрачные на водной основе или акриловые, типа поска. Но вот у тач, например, тоже вышли такие маркеры, и я делала мини-обзор как раз в формате рил. И вот внедрение вот этого контента для меня было очень сложной задачей. И я пробовала сначала делать самые простые вещи, просто показывание процесса рисования. В первом видео я рисовала крошечных персонажей небольшого размера, в разной одежде. Мне показалось, это будет выглядеть прикольно, и я сама люблю такие вещи. И тут я хочу затронуть такую тему, как идея. Идеи, на мой взгляд, могут приходить из разных мест, их формирование совершенно по-разному организовано. Конкретно в этом случае у меня случилось так. Я что-то рисовала и смотрела Squid Game. Только в этом году посмотрела этот сериал, и он меня так впечатлил и вдохновил, что я подумала, а что если применить жесткие какие-то правила из игры в рисовании? Например, нарисовать персонажей, не пользуясь ластиком ни разу. И добавить какие-то элементы игры в сам ролик. Например, я там добавила перечеркнутый ластик и слова error, error, error. И вот эта идея с игрой мне так понравилась, что она привязала к себе и другие разные форматы. Можно, наверное, так сказать, будет более корректно. Например, ролик, где я рисую тоже лайнером от Touch, без ластика, без карандаша на этот раз. И я тоже подаю это как игру. Но в этот раз я уже добавила озвучку. И с этим роликом была вот еще какая история. Когда я создавала книжку про маркеры, у меня было много всяких проблем, именно вот рабочих. И я решила, что всякие ошибки и проблемы должны работать на меня. И я постаралась сделать так, чтобы они меня вдохновляли, или я видела, как делать не надо, вместо того, чтобы страдать и все бросить. И в этот раз случился похожий эпизод. Собиралась публиковать вообще другой ролик в таком же формате, как был первый эпизод с Game Without Any Racer. Инстаграм что-то заглючило, и он, не помню, то ли с ошибкой как-то публиковал ролик, что не вставилась музыка или не вставилась озвучка. Там его было немного, я только просто на фоне говорила error, 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 и все. Там больше ничего не было. И музыка фоновая. Короче, был какой-то глюк, что ролик выглядел в аккаунте не так, как мне нужно было. Я его удалила. И я очень разоделась на эту ошибку и подумала, а что, если я расскажу об этом? Это тоже классный ход. Вот если что-то случается плохое, я знаю, что художники, рисующие комиксы, короткие, в основном, пользуются этой вещью. Они все переводят в шутку, переводят в историю, переводят в комиксы. Я подумала, воспользуюсь этим классным подходом. Супер злая, села и записала просто за 15 минут, и собрала и нарисовала ролик, и сразу же его опубликовала. Не дала никаких шансов инстаграму на извинения. Так в этой игре, в этой серии роликов появилась впервые озвучка. И она очень понравилась людям. И я решила, что все, я буду это продолжать дальше делать. И я каждый из этих роликов, которые озвучивала, построила сценарий вот каким образом. У меня есть какой-то процесс, какая-то задача, которую я выполняю, а потом получается, что там какая-то ошибка. Мне кажется, это достаточно иронично. У меня там немного комментариев, но те, которые есть комментарии, там люди поняли, в чем задача, в чем идея. Например, в последнем ролике я делилась тем, что совершаю постоянно одну и ту же ошибку. В таких набросках, когда рисую в стрессе, без использования ластика, я начинаю с головы. Мне кажется, что вот голову я прям хорошо должна нарисовать и сразу попасть в ее пропорции. Но каждый раз я ошибаюсь в пропорции головы. И обычно, когда я начинаю уже уточнять рисунок, я оставляю практически все, но вот голову убираю. Я пыталась что-то сотворить по контенту на основе коротких комиксов. Первые мои попытки внедрить комикс в видео мне понравились, но они очень сложные. Это прям ролики, которые занимают так много времени, что просто катастрофа. Но, наверное, они того стоят. Я получала, конечно, огромное удовольствие во время их придумывания, во время съемок, во время всего процесса рисования каких-то вещей. Короче, это все очень, конечно, увлекательно. Но вместе с этим мне очень жаль, наверное, вот аниматоры так думают, такими категориями. Либо они не думают об этом. Если вы аниматор, поделитесь. Ты очень много времени тратишь на какую-то вещь, но она занимает всего лишь 90 секунд. Столько идет обычный рил. Это то, что ты делал несколько дней, а может быть даже месяцев. У меня есть ролик как бы с этой идеей. Необычная интеграция персонажей из коротких комиксов в формате каких-то бумажных кукол. Я называю это поп-ап. Я даже подумала, что потом когда-нибудь можно сделать книжку с разными какими-то вот такими штуками. То есть там будут комиксы, иногда будут движущиеся элементы. Мне очень нравится придумать подобные вещи, мне очень нравятся конструкции, мне очень нравится вот эта бумажная инженерия. Но на это тоже нужно время. Возможно, я когда-нибудь выделю себе время только под этот проект. Первый ролик очень хорошо посмотрели. У него просто нереальная вовлеченность. У ролика может быть 10 тысяч просмотров, но сохранений тысяча. Это очень хорошая статистика. Я узнавала других креаторов, и я решила, что окей, раз мне другие люди сказали, что это очень хорошо, я не буду сильно расстраиваться от того, что у меня небольшое количество просмотров. Мне кажется, это тоже очень важная вещь, и, наверное, даже можно её выделить в отдельный блог. Как не расстраиваться и не гореть от алгоритмов? Но они, конечно же, на любого современного человека очень сильно влияют. Они просто расстраивают, и если думать об этом, то, скорее всего, ты просто бросишь все свои увлечения и любого плана попытки делать любые ролики и вообще любые проекты и продукты. Есть несколько схем работ соцсетей. Не буду раскрывать все, но вот есть такая схема, когда огромная вовлеченность, но небольшое количество просмотров. Но есть такая схема, когда огромное количество просмотров, но очень маленькая вовлеченность. И если ты создаёшь какие-то продукты, что-то продаёшь, то лучше, если у тебя первая схема. Пусть будет немного людей, но каждый десятый человек придёт к тебе, поддержит тебя на каких-то закрытых площадках, обратит внимание на какие-то твои дополнительные проекты, купит у тебя что-то, сделает донат. Я рада, что у меня так, потому что для меня важна монетизация из-за того, что я создаю свои проекты и на них зарабатываю. И я стараюсь сравнивать себя с каналами, которые также организованы, или с аккаунтами в Инстаграме, которые также организованы. Держусь на этом и стараюсь не расстраиваться. Но, конечно же, мне хотелось бы больше просмотров. Возможно, когда-нибудь так будет. Но сейчас я думаю о том, что лучше я буду делать очень классный контент, который будет нравиться моим коллегам. Это очень важно для меня, чтобы другие иллюстраторы, которых я люблю, обожаю, уважаю, респектовали мне. И, конечно же, моей аудитории, которая вовлечена в это во всё. И, конечно же, мне самой. Вот если эти три составляющие соединяются, то я понимаю, что я хорошо поработала. Я всем довольна. И от того, что у меня 10 тысяч просмотров, тоже расстраиваться не стоит. Зато пять книжек купили в этот день. Мне кажется, вот важно найти вот эту вот штуку, за которую ты будешь держаться. Потому что начинать... А я вот тут как раз начинаю делать ролики на английском языке и заниматься вообще короткими роликами. Вот когда ты начинаешь, очень важно проговорить с собой вот эти все условия, по которым ты не будешь сдаваться и будешь дальше пытаться что-то делать. Я вот стараюсь с собой договариваться. Позволяю себе и эксперименты, и ошибки, и какие-то большие удачи. Но вот, например, большая удача. Ролик, который очень хорошо посмотрели. И, конечно, когда ты видишь такие цифры, и я видела, что этот ролик в других аккаунтах публиковали, даже без ссылок на меня, это, конечно, всегда не очень приятно и даже обидно. Но когда такое происходит в твоем, например, блоге, ты думаешь, что ну я все, я делаю такие штуки. Это очень мотивирует, это очень вдохновляет. Такой, все, я нашел что-то, что нам всем нравится, все, я буду это делать. И я сразу начала делать новый ролик, усложнила его и добавила туда еще персонажа из Чан Соу Мэн. Это Почита, великолепный песик. И, конечно же, заложила себе какие-то нереальные ожидания от этого ролика. Я думала, ну вот если вот эту простую фигню посмотрели. И причем я там не очень хорошо все сняла. Я даже думала скрыть этот ролик, но нет, я его не буду скрывать, потому что это самый хорошо просматриваемый на данный момент у меня ролик. И он меня просто радует этой цифрой, которая на нем написана и всеми другими цифрами. Короче, я сняла новый ролик, от которого у меня были огромные ожидания. И, конечно же, он так не выстрелил. Ничего не произошло того, что мной было запланировано и то, чего я очень ждала и хотела. Это, конечно, сначала меня расстроило, но потом я вспомнила о том, что я договаривалась с собой, что я тут не для просмотров, а для других вещей, для увлеченности людей тем, что я делаю. И я уверена, что после просмотра этого ролика люди хотя бы просто посмотрели, где там ссылка на Patreon и на Boosty, и просто запомнили, что, о, вот есть такие там ресурсы, можно туда прийти, и там будет вообще еще больше контента. И ролик мой эксперимент, и тут я на самом деле совершила ошибку любого креатора. Нужно было один раз показать этот ролик, чтобы только в одном виде этот контент как бы содержался. А я сделала два ролика и еще сделала пост с этими персонажами. И, конечно же, когда я выпустила уже Рио, он столько просмотров не набрал, и настолько интересен людям уже не был. А еще в этом ролике был смешной момент. Я вообще совершенно не чувствую музыку, ритму. Мне сложно с этим вообще работать и жить. Мне нужно было добавить щелчки, и я просто не могла их собрать и понять, как их проставить под меняющиеся луки персонажей. Ну, то есть вот меняются персонажи, и должен происходить щелчок. И я прям вообще сломалась. И мне показалось это так забавно, и я решила, что я буду петь. Ого, господи, как это смешно, наверное, со стороны звучит. Я совершенно не умею петь, и мне кажется, я делаю это отвратительно. Но в этом есть как будто бы и прикол, то, что это так плохо. Впервые я попробовала это сделать в ролике, который просто моя гордость. Я больше всего люблю серию этих роликов. Она только началась, я только недавно придумала вообще вот это вот все. Сейчас вышло только два ролика. Про primary colors — это основные цвета, и secondary colors — вторичные цвета. Все по Итону. Только я там эту теорию пересматриваю, усложняю и дополняю. Это вообще на самом деле вот одна страничка, даже, по-моему, полстранички книжки «300 персонажей». И по secondary colors так же. Я доделываю ролик. Конечно же, мне супер стыдно, что я так с ним затягиваю ролик про цвет. Но вы еще, если что, можете поучаствовать в предсеказе. Я там рассказываю всю теорию цвета, как она работает в диджитале для художников, которые занимаются персонажами. И там будет много всяких практик интересных и много всякого анализа, тоже интересного. Но как это все долго собирать и монтировать, видеокниги, короче, делать очень сложно. Не то, что писать и рисовать. Я сначала думала, вот писать и рисовать сложно, но нет. Видеокниги — это сложнее. Я еще сделаю ролики про тон, про композиции, про разные другие штуки. Ждите. Идея очень много. Нужно только все это начать реализовывать понемножку. И вот как появился этот ролик в таком формате, как он сейчас выглядит. Я хотела и собиралась, и делала ролик про цвет. А потом я обратила внимание на то, что я всегда перед тем, как записывать любой подкаст, вообще просто начинать много говорить, я делаю небольшую разминку. И она обычно очень смешная. Ребята на Patreon знают и на Boosty, что это такое. Я в один подкаст вначале вставляла. И я то же самое проделала перед тем, как записывать этот ролик. Очень странно, конечно, работает человеческий мозг, потому что я знала про эту штуку. Но вот я вспомнила о ней и придумала, как ее можно адаптировать и применить только в сам момент, когда я конкретную вещь начала делать. Делала разминку звуковую, языковую, перед тем, как делать рил. Я там распевалась, говорила разными голосами, низким, высоким, грубым, быстрым. И это было так легко, так смешно, что я уже потом, когда собирала все, услышала это и решила оставить и вставить в сам ролик. То есть это было не специально сделано. А потом, услышав, как это классно озвучит со стороны, и когда очень большое количество людей поддержало меня в этой идее, и мне понравилось, что вам понравилось. Спасибо большое за поддержку. Я решила, ну все, я нашла свой формат, кривопение, я теперь пою. И, наверное, тут можно тоже выделить эту идею как отдельный какой-то блог, советик. Нужно обращать внимание на какие-то такие случайности, которые тебя очень радуют, веселяют, забавляют, придают уверенности. Потому что вот такое дурачество меня очень веселит, забавляет и придаёт уверенности. И я подумала, а почему бы не поделиться этим? И последний ролик, которым я хочу поделиться, тут я упомяну одну штуку, очень полезную, которая у меня есть на закрытых площадках. И очень рекомендую послушать этот подкаст, если вы занимаетесь какими-то собственными проектами, потому что там много хороших идей для их реализации. Если ты делаешь какой-то проект, нужно сразу придумывать, как его расщеплять, монетизировать, рассказывать о нём, рекламировать и вот это вот всё. Более подробно можно послушать в подкасте на Boosty Patreon. Я, по-моему, уже упоминала про этот подкаст. Там я разбирала на одном конкретном примере. Это были цифровые раскраски, куда их можно применить, как можно расщепить этот проект, что можно ещё сделать, куда можно продать, как продать и так далее. Послушайте этот подкаст, если вы планируете чем-то своим заниматься. А я сейчас планирую заниматься чем-то своим, новым, а именно вебтуном. Я делаю комикс про богов и собак и решила придумывать разного рода интерактивы. Если вы хотите в этом участвовать, вам это интересно, либо в Телеграме можете находить такие посты, либо в ВК. Но там нужно попадать в актуальное, потому что я просто публикую пост, проходит несколько дней, я собираю всякую информацию, перевожу это в ролик и потом уже дальше что-то новое придумываю. Я таким образом придумала несколько штук. Тут расскажу только про одну, потому что и так ролик очень массивный, большой по информации. Я нарисовала персонажей, это, наверное, ну не знаю сколько, 20% персонажей от всей истории, потому что у меня там просто весь пантеон и вся земля задействована. Показала этих персонажей, расставила к ним циферки, написала имена и предложила людям отгадать, кто есть кто. И мне было так интересно читать версии. Я просто, как видите, супер вдохновлена этим проектом, он очень мне нравится. И я решила, что я после сделаю еще один ролик, так как у меня просто все не уместилось в 90 секунд, о том, каких персонажей я перерисовала. Потому что ребята, с которыми я прохожу арт-челлендж, посмотрели на моих персонажей и аргументированно доказали мне, что у них пока что непроработанный характер и неподходящий визуал. И я уже все перерисовала про арт-челлендж. Упоминала об этом у меня на бусте на патреон раз в полтора месяца, получается где-то так, и как раз вот это все занимает и полтора месяца, заодно проходит челлендж, который называется «Давайте порисуем хорошо». Например, туда можно прийти с комиксом, с просто работой, потому что ты хочешь делать работу, но не можешь без компании. Либо сценарием комикса, либо просто рисовать какие-то скетчи. Например, вот ты хочешь рисовать ноги, либо ты хочешь рисовать какие-то стадики, либо ты хочешь разобраться в окружении и рисовать разные камушки, деревья, пейзажи и так далее. Или, например, ты хочешь наконец-таки делать рилсы. Все собираются раз в неделю, мы болтаем в Zoom каждую среду 8 часов о том, кто что делает, кому какая нужна помощь, либо просто делимся какими-то своими успехами, либо спрашиваем советов. У кого какая задача стоит, то задачу как бы весь коллектив, который работает вместе и общается и выполняет. Мне супер нравится этот формат. Мне вот как раз нравится то, что есть возможность видеть людей и общаться с ними. Такое более ламповое, более классное, более погруженное общение, чем просто в сообщениях. Передаю привет всем девочкам, великолепным художницам, и Сереже, великолепному художнику, тоже передаю привет. Хочу, чтобы вы знали, что очень вас ценю, люблю и мне нравится рисовать в нашей уютной, классной компании. Все подробности по поводу арт-челленджа и каких-то вещей, которые я упоминала, можно найти в инфобоксе. Ну или пишите в комментариях, я увижу и отвечу вам. И видео про моих богов и собак я построила вот таким образом. Я показываю персонажа и говорю, каким я его задумывала, ну в смысле просто имя, потому что там особо много, за 90 секунд ты не успеваешь рассказать. И варианты, какие были относительно того, кто он. Следующий блок я хочу посвятить монтажу, может быть вам тоже это все поможет. Сначала, когда только появилась возможность добавлять ролики, я их делала через телефон, загружала, снимала и озвучивала вот сразу так вот. И это было, конечно, сложно, не всегда удобно, но я как-то справлялась. А вот сейчас, когда у меня появилась новая волна и желание делать рилсы снова, и концепт этих роликов стал совсем другим, у меня сложность по монтажу и всему остальному очень сильно увеличилась, то я поняла, что без Final Cut в моем случае ничего не выйдет. И я расскажу только, как я монтирую ролики в этой программе, потому что пользуюсь ей, она мне безумно нравится, она суперудобная, классная, быстрая, интуитивно понятная. Тут классные эффекты, классные фильтры и вообще просто Final Cut очень крутая программа. Конечно, вам, наверное, эта информация будет не очень полезна, если вы работаете в другой программе, но может быть какие-то технические моментики вы все-таки зацепите. Попробуйте посмотреть этот блок, но если он совсем вам не подходит, то перемотайте до следующего. Возьму ролик как раз с Opaque Markers. Тут, конечно же, несколько кадров разной плановости. Например, начинается все с крупного плана маркеров, и вы видите, они сначала размытые, и мне вообще нравится вот это сочетание размытых штук в начале и потом уже более четких. Но это все какие-то визуальные приемы, вас как режиссера, вы можете любые из них пробовать и делать, вот как вы задумываете. Я, наверное, основной совет дам по съемке — это снимайте все, вот весь процесс снимайте, а потом, если что, что-то вырежете. Потому что бывает так, что в процессе кажется что-то фигня, не получилось или еще что-то, или плохо, а потом кусок, в котором ты сомневался и думал, зачем оно мне, он входит в финал твоего ролика. И еще другая вещь — рисование на камеру — это стресс. Во-первых, ты неудобно чаще всего сидишь, свет очень неприятный на тебя, в тебя и так далее. В принципе, это достаточно нерасслабленное рисование. Если бы я рисовала просто под сериал, мне было бы гораздо комфортнее. И, кстати, вот в этом ролике я смотрю параллельный сериал и чувствую себя более расслабленно. Я теперь даже постоянно пользуюсь этой штукой. Если делаешь ролик, не параллельно его озвучивая, то можно что-то смотреть или даже с кем-то разговаривать и параллельно рисовать, и как будто бы больше от этого расслабленности. Попробуйте, может, вам это тоже поможет, если вдруг вам нужно расслабиться, у вас никак не выходит. Потому что от этого очень зависит качество того, что вы производите и рисуете. И вот важная вещь, которую я, например, открыла, занимаясь монтажом, это то, что можно какие-то моменты резать, ну, прям где-то в середине. Например, вот я начинаю рисовать рукав, а потом я сразу, не дорисовывая этот рукав, перехожу на другую часть. Но при этом я отрезаю так кусочек видео, что уже видно вся часть дорисованного первого рукава. Лично вот мне нравится, когда меняется либо кадрирование, либо ракурс. Потому что если делать это без изменений, слишком резкие какие-то скачки и слишком вообще неприятно это глазу смотреть. Я вот посмотрела советы разных режиссеров и операторов, люди, которые вот монтажом занимаются. Они как раз говорят о том, чтобы более плавно показать какой-то новый кадр, который не идет последовательно. Лучше менять ракурс, либо менять размер чего-то, что ты показываешь. Например, вот я рисую сначала близко, потом не дорисовываю линию, но уже показываю следующую линию более крупную или с другого ракурса. Вот я рисую глаза девушки с оранжевыми волосами, она вся практически видна. Потом я перехожу на шапочку, в принципе я рисую в этом же месте и этим же инструментом, но я увеличиваю картинку, кадрирую. И так по всем элементам. Я, например, все паузы вырезаю, я ее ускоряю и вырезаю какие-то моменты, где я ничего не делаю. Получается так, что, например, вот подносишь карандаш, что-то рисуешь, потом поднимаешь карандаш, например, думаешь, либо переходишь в другую часть, и вот этот момент нужно вырезать. Когда ты вырезаешь вот эти пропуски и потом ускоряешь только те чистые кусочки, где что-то происходит, монтаж выглядит более красивым и плавным. Но я почему это делаю? Во-первых, потому что это просто эстетически красиво, удобно, глазу у тебя ничего не прыгает. И второе, много всего влазит, и как бы все, что ты видишь, оно важное, никаких пробелов нет. И еще плюс, когда у тебя только какой-то чистый процесс, ты можешь ускорение делать не такое сильное, потому что время позволяет все уложить. Еще я, например, испытываю вот какой стресс, когда я снимаю ролики, я очень спешу, я боюсь, что я очень медленно все делаю. А потом я вспоминаю о том, что... Ну это себе достаточно просто проговорить, не то, что я прям вспоминаю. И я проговариваю, что так, вообще-то есть ускорение во сколько угодно раз, монтажом можно все украсить. Главное, чтобы руки, нос и волосы не заслоняли картинку, а все остальное можно исправить на монтаже. Это просто никак не вырезать. И что касается звука, озвучки, если у меня есть такое в роликах, а чаще всего у меня есть, я записываю отдельно ее, сажусь и наговариваю в расслабленном режиме все, что я хочу. Каждый человек, который рассказывает, он работает по-разному. Кому-то удобно прописать сценарий, кто-то вообще с бумажки все читает слово в слово, кто-то работает как я. Мне нравится этот подход, он мне подходит, потому что я в процессе, во-первых, звучу супер живо, планирую, что я буду говорить, но я это много раз не повторяла. И я это тем более не читаю. И мне кажется, зрителям всегда слышно, когда это заготовка какая-то продуманная, проработанная, либо это просто твои мысли. И мне гораздо приятнее слышать просто мысли. Я занимаюсь давно в видео, и я каждый день об этом думаю, хотя бы несколько секунд. И, конечно же, я знаю, что я буду говорить. Ну просто потому, что это актуальные вещи, ну как бы это часть моей работы. Мне не нужно писать схему. Когда я вот сажусь и что-то говорю из-за каких-то ошибок, либо того, что я впервые это говорю, либо вот я что-то в процессе придумала, у меня получается еще более интересная штука, если бы я просто все записала. Это как какой-то свежий эксперимент, который может поменяться. Иногда бывает так, что я двигаю какие-то свои мысли, но я все равно пишу все это одним потоком, потому что для меня так более комфортно. Может быть, вот вы боялись этого способа, но сейчас услышали и поняли, что вам он тоже, возможно, подходит, или он вам точно подходит. Попробуйте. Еще из важных моментов по монтажу я вот для себя вот что узнала. Можно ускорять голос, и это звучит нормально. Если, например, обычная скорость 100%, сделать Final Cut 110, иногда даже 120, когда я пою, я 130 делаю, то звучит нормально. Просто очень быстро, но разборчиво, и это не звучит как робот. Важная вещь в съемке — это, конечно же, свет. Самое крутое, наверное, все снимать с естественным освещением, но я, например, сейчас снимаю все просто с лампой. Я больше люблю холодный свет, поэтому снимаю все в холодном свете, плюс какие-то вещи я меняю на монтаже. Давайте я вам покажу несколько приемов, которые мне нравятся именно в Final Cut. Вот такой вот мягкий какой-то рассеянный даже свет. Мне очень нравится, как выглядит картинка, особенно когда я снимаю живого человека, себя, или какое-то окружение. Вот для каких-то карандашных рисунков, либо живых материалов, либо там iPad, мне не очень нравится. Еще я очень люблю два вида переходов от картинки к картинке, потому что я стараюсь обычно плавно делать переходы. Например, вот такое свечение. И второе — это самое обычное размытие. Я уверена, что подобные штуки, аналоги вот этого всего можно найти в любой программе для монтажа. Еще я снимаю просто iPad. Это достаточно сложно, потому что iPad, он имеет как бы экран, который отражает свет, и еще черную рамку вокруг. Очень сложно снимать iPad. Если вы снимали когда-либо iPad, вы, наверное, ощущаете мою боль. Часто камера концентрируется на чем-либо черном, начинает выкручивать свет. Когда вот ты готовишься к съемке каких-то блестящих элементов, нужно все проверить, настроить цвет, посмотреть, как это выглядит на камере, и потом садиться снимать. Плюс еще на iPad ты как бы рисуешь и рукой, и стилусом, ты все равно трогаешь экран руками, пальцами. И, конечно, это все часто видно, что не очень красиво. Но я тут, например, справляюсь таким образом. Выбираю определенный ракурс, где чаще всего этого не видно. Плюс короткий ролик, ты не успеваешь так запачкать экран, ты его до этого еще протираешь перед съемкой. И еще помогают фильтры. Если наложить поверх видео уже готового какую-то обработку с таким типа мягким смягченным светом, то пальцы, оставленные на экране iPad, не видно. Еще один блок, который стоит выделить в этой большой теме маленьких коротких роликов, это текст. Я пользуюсь разными вариантами написания текста и с подложками, и с обводками. И иногда я пишу прямо в Final Cut какой-то текст всплывающий. И иногда я просто создаю текст в отдельной программе, и он как бы уже не текстом загружается в Final Cut, а картинкой с прозрачным фоном. Иногда тебе нужен какой-то красивый текст, который будет точно в том месте, где ты запланировал, чтобы не заслоняло картинку. Либо ты хочешь применить какие-то подложечки, которых нет в Final Cut, или, например, ты хочешь какую-то обводку вот не такую, как там. А еще про текст. Я в прошлом как раз ролике говорила о том, что все, я не могу больше с этими шрифтами кривыми, я свой нарисую. И что я нарисовала свой шрифт. Я придумала, как мне кажется, просто потрясающую презентацию для него. Я тут вам добавлю и оставлю ссылочку, чтобы вы на него посмотрели, и если он вам нравится, купили. И так как это мой первый шрифт, я разрешаю его использовать в любых ваших коммерческих целях, не коммерческих. Просто пользуйтесь. Для меня, например, самое приятное то, что я вижу, что мои коллеги, крутые комиксисты, уже интегрировали этот шрифт в свои потрясающие комиксы. Вот это прям самое приятное. И, конечно, получать от людей, которые занимаются вот такими проектами сообщение о том, что он идеальный, и там все букочки классные. Это, конечно, очень приятно. Если что, мой шрифт называется Handwriting Hero, и он реально героический. Надеюсь, он вам также зайдет, понравится и будет комфортно им пользоваться. Я вот сейчас все им пишу, и мне он очень-очень-очень-очень нравится. И два самых, наверное, простых варианта работы с файлами — это когда я работаю с какими-то записями, которые сделаны через запись экрана. Никакой дополнительной съемки, все всегда хорошо. Главное — просто отсмотреть это и подрезать в некоторых местах, может быть, закадрировать. Или, например, да, вот я жалуюсь на анимацию, но все-таки это достаточно как будто бы и интересно, и иногда даже быстрее в некоторых моментах. Но никогда я делала ролики про цвет. Нет, там не быстро. Вот на боках было быстро. Там вообще было мало элементов. Например, у меня была такая длинная полоса с этими персонажами, которых я нарисовала, и я просто их прокручивала. В файнал-кате я просто задала точку движения этой картинки, и она просто проезжала. Я ничего не делала. Я просто выбрала одну функцию в правильном месте, и все, у меня все двигалось. Ну и плюс, мне кажется, когда ты просто начинаешь чем-то заниматься, видишь в процессе, как тебе поступать, мне кажется, учиться гораздо легче и эффективнее вот на примере чего-то. То есть прям берешь и пробуешь что-то снять, что-то смонтировать, потому что бесконечное количество просмотренных видео по монтажу, они не добавляют никаких знаний без практики. И в финале этого ролика я хочу сказать, что как же я рада, что я его записала, потому что у меня столько файлов сейчас удалится, и так хорошо будет работать Mac. Вообще, просто приближаюсь к терабайту свободной оперативной памяти. Я хранила все файлы в файнал-кате просто, чтобы вам показать это все, а теперь я могу все удалить. Ура! Кстати, возможно, вам будет полезно. Из Инстаграм можно скачивать свои ролики как файл и дальше использовать. Еще можно все это скачивать из Телеграм. Я уверена, что несмотря на то, что этот ролик длинный, я очень многие вещи не успела рассказать и упустила, но, надеюсь, основные моменты я все-таки озвучила. И я очень надеюсь, что вам понравился этот контент, эта информация. Спасибо большое за просмотр. Спасибо вам, если вы после этого ролика пришли ко мне на Boosty или на Patreon, или купили какие-то из моих продуктов или товаров, или просто отправили донат. Спасибо за поддержку. Она очень важна и очень приятна, и очень ценна. И отдельно я хочу сказать спасибо всем прекрасным ребятам, которые поддерживают меня на Boosty и на Patreon. Это... Это... Такое же огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. Амина Катаманова, Черный Марселин, Када, Ольга Шукшина, Олушка, Лиз Есенс, Дарья Богданова, The Star Artist, Lawyer, Соня Морозова, Маргулис, Palm Flower, Аспиритас, Ксения Трифилова, Анна Отер, Даня, Дара Левшина, NiceY, Блог продажной крысы, Альбина Даймонд, Шкар, Люда Кузьмина, Калипса, Аня Любимова, Алина Кравец, Катерина Сета, Оул, Ксения Сокол, Елена Истомин, Дарья Алекс, Анна По, Оксана, Мастер Вер, Юлия Тархова, Балоя Йелл. Спасибо всем еще раз. Приходите участвовать в Art Challenge. Будем вместе справляться с разными рисовательными задачами. Научимся управлять алгоритмами. Делать классные, интересные и много просматриваемые рилсы. И просто вместе проводить время и создавать уютное ламповое комьюнити. Ну и все, что я там вас попросила, озадачила написать мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну или если я что-то упустила из важного, то тоже, конечно же, напишите. Я постараюсь, может быть, в формате комментариев ответить.